Темчасом вызначаться со своими кандидатами начали и працовные коллективы. Сегодня у Гомельским Державным Техническим Университетом Мясухого отбылась ответная конференция. У делу ее приняли больше, как 100 человек працовного коллектива ВНУ. У ходе конференции разглядалось вопрос о вылучении кандидата у депутата Палаты представников Национального Схода директора Гомельского областного музея военной славы Паула Ждановича. Свой працовный шлях он начинал как наставник истории. Затым 12 годов життя присвятил музейной справе. Пройшел шлях от молодшего навукового супрационника до директора Гомельского областного музея военной славы. Павел Жданович зараз активно займается не только профессийной, а и громадской и навуковой деятельностью. И он не забывая выкладчицкую справу проводить для молодых конференций на тему Великой Айчинной войны. На думку працовного коллектива Гомельского Державного Технического Университета Мясухого Павел Жданович – человек, який розумом и сердцем ведая проблемы и отчувая перспективы сучасной культуры и адукации. А тому и он сможет годно представлять интересы нашего региона. Человек реальный, значит, он фактически на голом месте создал вот этот вот самый музей, который является действительно лучшей среди других городов. Об этом говорят и занесение музея на республиканскую доску почета и награждение его специальной премией за духовное возрождение президентской. С другой стороны, он имеет непосредственное отношение к образованию, потому что он сам по своей квалификации преподаватель, активно преподает. Так вот мы хотим, чтобы в парламенте активно были представлены эти два направления, чтобы они не потонули во всех других аспектах.